Всем привет! С вами Айка и Эмили. И сегодня у нас мукбанг. У нас будут вот такие вот кольца куриные в панировке. Они очень вкусные. Приготовила мама. Рецепт будет в инфобоксе. Обязательно переходите, потому что это очень вкусно. В домашних условиях вы можете сделать такой обалденный фастфуд. И еще здесь мой любимый, наконец-то, мама нашла рецепт и приготовила чесночный соус. Он чесночно-майонезный, если не ошибаюсь. Все это съесть, естественно, я не смогу. Но поболтаем, посидим, пообсуждаем темы. Посмотрите, как хрустит. Я не сразу села снимать. Макаем. Я, наверное, это видео не сразу выложу. А дня, наверное, через три. Потому что надо еще смонсировать рецепт. Потом выложить. Сегодня выгулила одежду, заказанную Шейном. И очень нравится. Вот сегодня тоже в этой маечке. Всегда обращайте внимание, моя хорошая. Я купила в супермаркете огурцы, вот эти. Подхожу к кассе. Мне говорят, с вас 17 монат. Я хотела вытащить карточку и оплатить. И тут меня осенило. А почему в 17-м? Что-то как-то многовато получается. Начала пересчитывать. Оказалось, что огурцы мне пробили по цене кураги. То есть малейшая ваша невнимательность. И все. Вот у меня мама тоже сталкивалась с такой проблемой. Вы знаете, всегда интересно, почему магазины ошибаются всегда в свою пользу. Почему курагу не пробивают по цене, например, огурцов, а наоборот. Оказалось, что там ошибка. Потом все исправили. И получается, я должна была дать 10 монат. А мне сказали 17. То есть 7 монат лишних денег. Я должна заплатить. Как вкусно. Это вкуснее, чем любой фастфуд. Обходится недорого. Рецепт я вам оставила. Вот вечно так. Ошибка в пользу магазина. О чем я хотела с вами поговорить. Скорее всего, это видео выйдет немножко поздновато. Но все равно хотелось бы высказаться. Вот я сняла видео про покупки из магазина. Правильно? Онлайн. Некоторые мне начинают писать. Айка, какой ужас. Ты так откровенно одеваешься. Косишь под русскую. Стыдно на тебя смотреть. Я все жду, когда наше общество наконец-то станет толерантным. Я общаюсь с подписчицей своей в WhatsApp. Ее зовут Зуля. Это которая мне отправляла посылку Алифлейм. Мы, например, в этих взглядах с ней кардинально отличаемся. Но она никогда не скажет, что это такое, как ты выглядишь. Я вот делаю намаз, ты тоже делай. Я вот покрытая. Почему у нас не принято оставлять за человеком выбор? Вот Настя решит вам. Держала пост. Пишет всегда, иншалла. У нее там фотографии в хиджабе. Очень красивые. И внутри у человека гармония. Но все вокруг начинают писать. Вот ты косишь под нерусскую. Ты забыла, что ты христианка. Что ты выкладываешь. Кому ты там подлизываешь. У тебя появился новый любовник. Мне пишут другое. Мне пишут, что ты не делаешь, как она. Почему люди не могут успокоиться. И просто пустить на самочек выбор других. Любой человек, который совершает какой-то грех. По-любому вместо него вы не будете отвечать за его грехи. Поэтому об этом беспокоиться даже не стоит. Я просто взялась и заблокировала таких людей. Людей, которые хотят уколоть. Мало того, скрининят с видео, например, моменты какие-то. Отправляют моему парню и пишут, что как у тебя одета девушка. Что это такое? Как ты ей позволяешь? Во-первых, он мне не муж. Во-вторых, он не тиран. То есть он проучился в Италии. Долгие годы жил в Европе. То есть он человек, который повидал мир. И на многие вещи, на которые, возможно, вы смотрите как-то косо, фу, ужас. Он смотрит нормально. Есть, конечно, моменты, где у нас, например, есть разногласия. Но тем, что вы делаете скрины, отправляете ему и как-то пытаетесь его пристыдить. Вы, наоборот, делаете как бы плохо мне, так скажем. Зачем люди это делают, непонятно. Дело тут не только в мусульманах или в христианах. Почему люди просто не могут принять выбор человека. Дело не только в вас. С нами девушка ходила на занятия. И она очень хотела покрыться. Хотела делать намаз. Вот здесь, в Баку. Ее родители были категорически против этого. Нет, не надо. Ты станешь ваххабисткой. Ты уйдешь куда-то в Сирию. Вот люди неграмотные, реально. Я так понимаю, нам до толерантности еще далеко. Возможно, вы меня осудите. Но если даже человек, например, представитель ЛГБТ, это не делает его плохим человеком. Какую веру ты исповедуешь? Христианство, ислам. Без разницы. Главное, какой ты человек. Все мы люди просто. И ничем мы, по сути, друг от друга не отличаемся. Не знаю, даже выложу ли я это видео. Потому что обычно я на эмоциях высказываю, высказываю. Потом я думаю, блин, нафига я это все сказала? Просто неприятно. Я не умею как-то неостро реагировать на комментарии, честно. Пора бы научиться. Читаю, меня жутко обижают. Некоторые слова, которые пишут в адрес меня, в адрес моей семьи. Одеваешься, как русская. Блин, русская это какой-то приговор, что ли. Мне очень нравится Россия. Мне нравится, как они одеваются, как они живут. И среди них есть плохие люди. И среди наших есть плохие люди. Среди любой национальности есть хорошие и плохие. Поэтому одевается, как русская, я не считаю это оскорблением. Огурчики закончились. Я наелась. Я очень надеюсь, что после этого видео мы с вами будем хоть немножечко толерантнее и добрее в своих высказываниях. Всех люблю, целую. С вами была Айка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok